В минувшие выходные Атамань вновь радушно встречала гостей, приехавших из разных уголков страны. Там прошел фестиваль легенды Тамани, посвященный памятной дате 223-й годовщине высадки первых черноморских казаков на полуострове. Чудесной атмосферой уникального музея под открытым небом насладились наши корреспонденты. Начался праздничный день с торжественного построения и молебна у памятника казакам-черноморцам, возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Центральным событием дня стал конный спортивный праздник на скаковом поле на территории этнокомплекса Атамань. Перед зрителями выступили артисты Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко и кубанского казачьего хора. С приветственным словом гостям и участникам обратился временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Нелегкий был труд у первых казаков. Нелегкая была жизнь. Много, очень много. Испытание выпало на его. Но они справились. Потому что неизменной была вера. Самое основное, что всегда их питало, сохраняло и давало жизнь. Вера в Бога. Вера в свою землю. Вера в свой народ. В свою семью. Вера в себя. И мы сегодня, все, кто живет на этой кубани, потомки этой великой земли, великих казаков и наследники, обязан, друзья, обязан эту веру сохранить. Программу «Скачек» открыл заезд на приз атамана кубанского казачьего войска. Победителем стал Максим Елисеев, представитель Калининского казачьего общества. На финишную прямую выходит четверка лидеров. Кто же победит в этой скачке? Дистанция. Гнедая кобыла. Калининская районная казачья общества. На втором месте. Трушина. Также в этот день прошли скачки на приз главы Темрюкского района и атаманов отделов кубанского казачьего войска. В соревнованиях участвовали лошади чистокровных и полукровных верховных пород. Наездники были одеты в традиционную казачью форму. Также зрители увидели показательные выступления конной и пешей групп почётного караула Кубанского казачьего войска, конной группы Новороссийского районного казачьего общества. Они показали своё мастерство в джигитовке, рубке лозы, упражнениях с пиками, строевом дефиле. А тем временем в каждом курине этнографического комплекса гостям показывали экспозиции народного творчества и ремесла, угощали блюдами кубанской кухни. На атамань приехал глава Славинского района Роман Сенеговский, его заместители – главы поселений. Наша, наверное, с вами задача – знать свою историю, поддерживать всё, что сейчас на Кубани творится. Культура – это, скажем так, мы должны растить своих детей, согласно культуре казачества. Поэтому те гуляния, которые сегодня есть – это горвищина, когда осваивалась эта территория, эта земля, хлебосольная земля. Казаки, они, наверное, отличались своим гостеприимством, трудом. Поэтому всё то, что есть сегодня на Кубанской земле, мы должны поддерживать и историю свою знать. На подворье Славинского района многочисленных гостей с самого утра встречали с традиционным кубанским радушием. После праздника на скоковом поле Вениамин Кондратьев прошёл по музейному комплексу. Посетил казачьи хаты, пообщался с хозяевами и гостями подворий. Заглянул он и в наш славянский курень. Вот что значит? Дух. Дух и вера, которые на самом деле делал этот народ, делает и будет делать. Кровать на кровати, только вот такое было убранство. Спали на печи или на лавке, или на сутоке. Ну вот, в районах может только лежать на такой кровати. Каждое подворье – произведение искусства и своего рода сплав тех традиций, которые присущи определённому району края. Чем только не удивляли гостей Атамани те, кто создавал праздник. В этом году, говорит заместитель начальника управления культуры Славинского района Дмитрий Решмид, в курине нашего района много новшеств. Славинский курень готовится всегда тщательно и основательно к любому мероприятию. Но сегодня мы подготовились особенно. Сегодня у нас проходит всекубанский конкурс гармонистов и частушечников. Как всем известно, на Кубани самые удаловые гармонисты, самые задорные частушечники. Поэтому сегодня они все собрались на территории нашего подворья. На территории подворья проходит не только конкурс, но проходит и замечательная выставка. На выставке представлены гармонии, начиная от гармонии самых старых, довоенных экземпляров и заканчивая сегодняшними современными вариантами. Также в этот день на центральной площади Майдан развернулась краевая выставка-ярмарка народных мастеров «Живое ремесло». Свои работы представили около ста мастеров народных художественных промыслов и ремесел со всей Кубани, в том числе и славянцы. А вечером на главной концертной площадке выставочного комплекса «Амфитеатр» зрители посмотрели театрализованную программу краевого фестиваля «Легенды Тамани» и праздничный концерт с участием лучших кубанских профессиональных коллективов. Продолжилась программа большим праздничным фейерверком, а завершился первый день фестиваля дискотекой. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».